Я увидел, что вам понравилось в мое прошлое видео о 10 самых красивых местах в Ведьмак 3. Многие назвали свои самые любимые места, о которых я забыл упомянуть или даже вовсе не знал. Но красота, это еще не все. Любоваться на красивую картинку всегда приятно, это услада для глаз. Но куда сильнее нас впечатляют места, связывающие нас с эмоциональной привязанностью. Когда место не только красиво или атмосферно само по себе, но с ним еще и связаны определенные события. Сегодня я покажу и расскажу о 6 самых эмоциональных местах, которые мне посчастливилось увидеть в Ведьмак 3. Иногда меня пробирала дрожь, иногда хотелось плакать от счастья или несчастья, но пройти мимо этих мест у меня не получалось никогда. Поехали. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Перед тем, как начать, хочу предупредить, что в видео полно спойлеров. Так как часто затрагиваются квестовые моменты, поэтому если вы еще не прошли игру и планируете это сделать, видео нужно смотреть очень осторожно или, возможно, стоит даже отложить его просмотр до момента, когда вы пройдете игру. А со всеми, кто остался, мы направляемся в Каэр Морхен. О, как же много комментариев под прошлым видео о 10 самых красивых местах было посвящено Каэр Морхену. Если честно, я изначально планировал вставить его в ту подборку, но потом вспомнил первого Ведьмака. Атаку на Каэр Морхен, разрушение стены, битву с Химерой и немного поностальгировал. А потом... Потом началась осада уже в третьей части, после которой замок в конец опустел. Все ведьмаки разъехались, новых ведьмаков больше нет, да и не будет, наверное. Знаменуется конец целой эры. Но этот замок простит еще не одно столетие, зарастая лесным массивом и понемногу разрушаясь. Смотришь на это, и аж сердце щемит от воспоминаний и эпичной красоты. Смотришь на нашу эры. Смотришь на синем. Смотришь на синем. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, о делах сердечных. Это второе по популярности место, на которое мне указывали. В своем прохождении я выбрал Йен, хотя я не знал об этом квесте. Но когда прошел его, моему восторгу не было предела. В определенный момент Йен говорит, что ей нужна помощь. И эта помощь приведет нас к самому трогательному и самому романтичному квесту за всю игру. Вам предстоит сразиться с Джином и заставить его снять связывающее вас с Йеннифер заклинание. Вот к чему это привело. Хотя, все и так уже сказано. Дополнительные слова излишни. Хочу лишь сказать, что судьбе никакие заклинания не указ. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Духи Скеллиги благоволят нам. Хотя есть один смелый малый, который и судьбе может быть указан. Как минимум, встреча с этим человеком изменила судьбу Геральта и принесла множество приключений. Говорю я, конечно же, о Гюнтере О'Диме, или попросту господине Зеркала, которого мы повстречали в таверне в Белом Саду и которому посвящено все дополнение Каменные Сердца. Он спас нас от неминуемой гибели, но потребовал возврат долга именно на этом месте. Месте, где можно пройтись по Луне. И месте, в котором мы отдали свой долг с полной. Концовка, где мы отправляем Гюнтера обратно в ад, хороша, но обычно. Мы изгнали зло, спасли душу и стали молодцом. Но концовка, в которой Эверику приходится расплачиваться за свои желания, мне кажется, более правильной, каноничной и эмоционально атмосферной. Пожалуй, более эмоциональная краска обладает только все, что связано с Цириллой. Помните нашу первую встречу? То, как вы направляетесь на остров туманов, полные раздумий и предвкушение встречи со своей дочерью. Сам по себе остров очень мрачен и полон жутких тварей, разбитых оскалой кораблей и, на удивление, краснолюдов. А еще тут есть Цири. И, пожалуй, момент воссоединения – это самый эмоциональный момент за всю игру. Давайте просто вспомним его вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это была лишь первая встреча, и с точки зрения эпичности, масштаба и целого мира значило немного. Но вот тут, тут, на древней эльфийской башне, вершилась судьба этого мира. Где мы видим, к какой судьбе мы привели нашу Цирилу. Место, известное всем, кто прошел игру. Показывать концовку я не буду, так как для каждого она своя. В любом случае, место красивое. Стоящие в отдалении полуразрушенные эльфские руины, напоминающие небольшой замок, который мы видим, приближаясь к этому месту. И открывающийся с него вид на скелеге. Вот ради чего я прихожу сюда. Ледяной морской воздух. Атмосфера руин. В которых когда-то творилось или еще сотворится судьба этого мира. Это были пять самых эмоциональных мест в игре Ведьмак 3. Осталось последнее. Я понимаю, Цирия это наше все. Она молода. Она наша приемная дочь. И наше будущее. Но с ней все не так определено. На мой взгляд, самое эмоциональное место все-таки другое. Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Теперь мне нужно копать. Давай! Нех어영, я не хочу apenas9-10-10-10. А-а-а-а-а! К virtues! Я понимаю, что весь мир воспитал целое поколение ведьмаков. Что он старый ведьмак, что он прожил достаточно долго, чтобы не жалеть о своем поступке. Что он погиб как настоящий ведьмак, что он спас этим Цири и дал ей мотивацию, а всем остальным шанс на победу. Но, я думаю он был счастлив, что в минуту нужды так много совершенно разных людей смогло объединиться для борьбы со злом. Что он рад умереть в бою и пожертвовать собой ради Цири, а ведь могло быть еще немного хуже. Возможно кто-то скажет, что это всего лишь игра и будет абсолютно прав повторить слоган моего канала. Но это не мешает относиться к этой истории серьезно, погружаясь в нее, переживая вместе с героями за их поступки или потери. Игра это искусство, как книги, фильмы или театр. Но в отличии от театра или фильма, которые слишком коротки, с книгами и играми ты проводишь достаточно много времени, чтобы начать действительно сопереживать героям и проникнуться этим миром сполна. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Героем этого видео стал неизвестный аноним, который, надеюсь, сейчас смотрит это видео и слышит мою благодарность. И благодарность всех зрителей, которым этот ролик понравился. Пишите в комментариях, какие еще эмоциональные моменты вам запомнились и которые я мог просто упустить. Если их наберется достаточно много, то будет продолжение. Ну а мы увидимся в следующем видео. И на этом пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok